Привет. Вот я так предполагаю, вы помните, что важнее всего погода в доме. В нашем доме, о нем мы подробно поговорим чуть позже, много говорят про единство трех балтийских республик, что мы имеем одинаковое прошлое, поэтому у нас много общего. Но про некоторые различия в нашем доме говорить не принято. У нас, например, ликвидировали и давно ведомство национальных меньшинств. Последним министром народного населения была Урве Павловна, тому 15 лет назад. А в Литве до сих пор благополучно существует департамент национальных меньшинств. Что касается дискуссии о закрытии русских школ, то зав. отделом информации и политанализа этого департамента Ваева Вежелита Покладова считает, что сейчас не следует принимать решение о закрытии школ одной национальности и препятствовать детям пестовать свою национальность. Это информация с сайта национального телерадиовещания. В Литве есть и другие мнения, но важнее всего погода в доме. В нашем доме депутаты Риги Когу провели первое слушание законопроекта, который должен позволить лишить граждан третьих стран права голоса на местных выборах. Чтение прошло при поддержке партии ИСМА «Реформы СТ-200». Коалиционная социал-демократическая партия повела себя соответственно на звание. Они немножко социалисты и немножко демократы. Они немножко не поддерживают идею лишить гражданства, но немножко страхуются и не голосуют против. Они не против, они не поддерживают. И вместо того, чтобы проголосовать против, не голосуют никак. То есть сидят уже не на двух стульях, а на трех сразу. Мы в коалиции, но не поддерживаем решение коалиции и как бы поддерживаем граждан третьих стран. Основная масса – это, разумеется, граждане России. А решение реформистов и двестистов поддержать предложение оппозиционной партии ИСМА – очередной государственный запрет, сколько их уже было при этом правительстве, вполне в духе нынешнего стиля управления. Эти партии понимают, что проталкивают законопроект противоречащей Конституции, что против него высказывались конституции, президент страны. Но партийная логика весьма извилиста. Во-первых, партии демонстрируют своим избирателям, что они всеми силами стараются прищемить местных неэстонских избирателей. Это партиям в плюс. Во-вторых, законопроект будет очень долго играющей пластинкой – примет парламент, отвергнет президент, снова примет парламент, президент отправит в госсуд. И все это время политики будут в центре внимания медийных ресурсов. Так что бесплатная реклама гарантирована на весь предвыборный период. А там, глядишь, вдруг государственный суд примет правильное решение. Ну а если и не примет, то мы скажем избирателям, видали, мы в лепешку расшибались все это время, сделали все возможное и невозможное, чтобы лишить этих не наших избирательного права. Да вот госсуд и президент подкачали. К ним и претензии. А мы все в белых национальных пальто. Кстати, о президенте. В день Европы 9 мая Карис выступил с поздравлением на сайте национального вещания. И в нем есть достойные внимания строки. Европа, говорит, не должна быть стоячей водой или оранжереей для бюрократии. Кто бы спорил. Президент отметил, что военные преступления режима Путина в Украине вызывают негодование. Но это справедливое негодование не должно трансформироваться в коллективную вину той или иной местной общины. В Эстонии уживаются разные мнения и национальности. Если мы разделяем европейские ценности, то мы все соотечественники. Поздравление президента было опубликовано рано утром 9 мая. А уже в полдень на пресс-конференции правительство Каякалос воодушевленно говорило о коллективной ответственности, молчаливом согласии с войной всех россиян. Так она подчеркнула свое несогласие с политикой беспартийного президента. А за пару дней до того премьерка украсила собой еще одно мероприятие. Вы знаете, инфочас правительства в парламенте – явление скучное и было бы невыносимым, если бы не перлы, которыми время от времени разукрашивает это представление премьерка Калос. Вот председатель Кристоф Мартин Хельме сообщает. Вот его слова. «Все у нас плохо и становится еще хуже, но вы можете поинтересоваться своего папы, который был партийной номенклатурой, как, manipулируя процентами, заставить их служить своей пропаганде». Дочка Калос в таких случаях грудью встает на защиту папу Сима. Так и на этот раз, возразила. Дескать, раз уж вы нападаете на моего отца, то, честно говоря, ваш-то папаша был редактором Монифеста Коммунистической партии, так что я бы на вашем месте помалкивала в тряпочку. С Монифестом такая штука, кстати помните именно оттуда знаменитый лозунг. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». И Маркс с Энгельсом в 1848 году очень бы удивились, если бы им сказали, что созданный ими Монифест будет редактировать Март Хельме. Каев, вероятно, слышала, что Март как-то был связан с этим марксизмом. Он и правда работал в общественно-политической редакции издательства «Эстерамот» и, возможно, редактировал эстонский перевод Монифеста. Если при Марксе по Европе бродил призрак коммунизма, то при Хельме по Европе, точнее по ночному Брюсселю, бродит его товарищ по партии Як Мадисон. Он бродит по барам и не один, а купно с 25-летней эстонской практиканткой в Еврокомиссии. 8 марта она согласилась составить компанию нашему евродепутату в паре баров, а потом и у него на квартире. Там депутат Мадисон стал неприличным образом объяснять стажерке тайны бруссельской практики. Девушка вроде бы не пустила дальше колено и бросила Яка, который писал ей, что вот я так хочу тебя. А она в итоге не захотела и так сильно не захотела, что написала заявление в брюссельскую полицию о сексуальной агрессии со стороны уважаемого депутата. Написать написала, а вот отнесла написанное месяц спустя после акта агрессии. Говорит, после того, как с подругами посовещалась. Какого пола были эти подруги, сказать трудно, но скандал сразу после подачи заявления в брюссельскую полицию разгорелся в таллинских коридорах власти. Есть текст из пишет, что один из советников Мадисона предлагал девушке компенсацию, если та закроет тему. Да кто же ее закроет, если столько сил положено на ее открытие? Партийный босс Мадисона, младший Хельме, тут же пригрозил своему партийному товарищу. Истинный партийный джентльмен, у которого дома жена и ребенок не мотается по барам ночи напролет и не ухлестывает за девушками. Ягта понимает, что кроме девок и водки есть и другие занятия, но они неинтересны. Однако пришлось пообещать Мартину, что он больше не будет. История попахивает то ли подставой, то ли удачным использованием неудачливой девушки. Судите сами, на выборах в Европарламент от ЭКРА претендует на заветное место председатель партии Мартин Хельме Яг Мадисон, который по опросам общественного мнения убедительно опережает своего начальника. И это не случайно. Мадисон хороший оратор, а Хельме хороший скандалист. Народ, кажется, предпочитает оратора. В итоге Мадисон, который еще на прошлой неделе намекал, что может выдвинуться на пост председателя партии, на этой неделе сообщил, что задвигается обратно и всем рекомендует голосовать за Мартина Хельме. Что же до правительства, то там начались финансовые судороги. Ни с того ни с сего министр финансов огорошивает публику. Немедленно составляем дополнительный бюджет, то есть сокращаем действующий бюджет на 175 миллионов. Внутри коалиции об этом речи не было. И для них это тот еще нежданчик. Если в организме человека судороги, явления непроизвольны, то в организме государства оно происходит по произволу управляющих этим государством чиновников. Госаппарат живет непосредством, залезает в долги и начинает судорожно искать выход из рукотворного тупика. Дрожание рук и туловища государства волей и неволей передается подданным. Вот как это происходит. Правительству не хватает бюджетных денег. Что оно делает? Вводит налог на автотранспорт. Что делают люди? Судорожно соображают, надо ли купить новую или менее подержанную машину, пока не ввели зубодробительный налог. И если вчера человек чувствовал себя более-менее уверенно, сегодня начинает дергаться. Нет уверенности в завтрашнем дне. Все равно не хватает денег правительству. Сокращаем родительское пособие. Что делают люди? Судорожно соображают, надо ли заводить ребенка срочно, хотя планировали сделать это попозже. Но в будущем такого пособия не будет. Может, поторопиться. И если вчера человек чувствовал себя уверенностью, сегодня начинает дергаться. Нет уверенности в завтрашнем дне. Итак, из месяца в месяц государство заражает своим тремором общество. Как пишет Манона Парас в Ихтулехт, люди запаниковали, когда прочитали новость о том, что на безденежье правительство собирается урезать родительскую зарплату. Дальше больше. Надо забрать денег у безработных. Сократим пособие. Правда, пока еще не решили то ли уменьшить размер пособия, то ли сократить время выплат. То есть каждой категории населения приготовлено свое удовольствие для потрясения. Но есть у правительства всеохватные планы – увеличить штрафы. И оно не заморачивается объяснением, почему штрафы растут одномомента в два-три раза. Чем объясняется такая спешка? В чем народец так провинился? Скажи им, что денег нет. Ну, скажи им, платить же надо. А впереди у нас еще налог на оборону или военный налог. На нем настаивает министр внутренних дел Ланемец, который сейчас занят борьбой с местной русской православной церковью. На неделе парламенту удалось принять заявление, осуждающее русскую православную церковь Московского патриархата как поддерживающую российскую агрессию. Это заявление – козырь в руках социал-демократического министра в процессе, я так думаю, ликвидации этой самой церкви в Эстонии. Но у нас государство демократическое и позволяет обвиняемому выбрать из двух вариантов. Либо добровольно переходите в подчинение Константинопольскому патриархату, либо вас ждет ликвидация по суду. Для этого министр уже заключил договор с адвокатской фирмой, которая и поможет за какие-то небольшие 30 тысяч евро наших денег ввести в разум местных церковников. С, по-моему, риторическим вопросом к министру внутренних дел обратилась Вилья Кислиж в конце интервью на портале Дельфир. Господин Лянемец, ну, между нами, вы не боитесь, что такой большой кусок окажется вам не по зубам? А парламенту нашему не по зубам оказался вопрос государственного значения, который он обсуждал на неделе. Рикки Когу рассмотрел проблему электронных выборов, которые теперь еще приумножатся телефонными. В смысле голосовать можно будет с помощью мобильника. Доводы противников таких выборов доступны даже мне, не сильно соображающему в юридических вопросах демократического волеизъявления. Закон говорит, выборы должны быть единообразными. При голосовании с помощью бюллетеня вы предъявляете документ, удостоверяющий вашу личность, и член избирательной комиссии сверяет документ с личностью, после чего вы получаете бюллетень и возможность проголосовать. В случае с электронными выборами машина удостоверяет не личность, а документ. А использовать его может любая личность, и это проконтролировать невозможно. Таким образом нарушается единообразие выбора. Оно нарушается и в случае с многократным голосованием, возможно, при электронном голосовании. Это значит, что человек может несколько раз голосовать, меняя свой выбор. Словом, я могу пронизать пространство и уйти в прошлое. Уйти в прошлое? В прошлое. Такие опыты, уважаемый Александр Сергеевич, нужно делать с разрешения только соответствующих органов. Законодательство в выборах несовершенно. И мне кажется, одна из причин в том, что оно создавалось до изобретения электронного голосования, которое оказалось таким уж удобным, что и подумать нельзя о противоречиях этого способа выражения воли избирателей. Приня закончились ничем, никто ничего делать не обязан. А кто обязан? Пушкин, что ли? Вот в литовском доме идут президентские дебаты. И кандидат в президенты Андрюс Мазуронис считает, что вопрос о преподавании русской классики в школах или о преподавании русского языка вообще абсурдный. Какой вклад внес Пушкин в то, что Путин делает сейчас в Украине, задался риторическим вопросом кандидат Мазуронис во время дебатов кандидата? Хуже того, президент Литвы избирается, кстати, народом, а не партиями, как у нас. Так вот, Гитанос Ноуседа, он претендует на новый срок в ходе дебатов, попросил не терять разум. Достоевский, Толстой, Чехов будут существовать независимо от дискуссий. Мир уже записал их в сокращницу культуры. Честно говоря, я не очень понимаю, какое отношение эти люди имеют к путинскому режиму, как они поощряли Путина, заявил Ноуседа. И ведь давно известно, в любой непонятной ситуации, читайте русскую классику. Там у всех все намного хуже. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова